Я думаю, надо бы вернуться на нашу родную землю, поскольку Тургенев у нас был, конкретно он был у нас в усадьбе Двериозной, это Новосельское было. В связи с чем это все было? А сюда в 54-м году, 19-го века, приезжали на охоту Некрасов в Тургене по приглашению нашего помещика Александра Васильевича Дружини, который по совместительству был литератором, критиком, переводчиком, сотрудником журнала «Современник» и очень даже оправдывал свою фамилию. Он дружил со всеми, ходил в агресский клуб, огромная переписка у него велась, он был критиком, о ком только не критиковал, ну в смысле принято так было, о Пушкине написать, о Тургеневе написать, о Писемском, ну и так далее, о Фете. И он англичан даже описывал, о том же поэте Карабе, 6 или 7 было у него критических статей. То есть ждали его, раньше было принято, такие обзоры литературные. Наш помещик Дружинин дебютировал на литературном поприще России в 47 году. Он написал повесть «Поленька Сакс». И в условиях тогдашней цензуры это был взрыв бомбы. Это было шикарное произведение. Его приняли Толстой, Тургенев. И вот он пишет, что даже это вошло в курс русского языка Смольного института. Тургенев первый восхитился. Я говорю, такой появился писатель у нас, то я говорю, голову на заклад даю, что он потом всем даст спору. Но он оказался неправ. Дружинин оказался гений одной повести. Все, что он писал позже, все на порядок ниже. Хотя есть у него там «Прошлое ряда в деревне», рассказ Алексея Дмитриевича. Очень тяжело читается. Чем же занимался и промышлял Дружинин в журнале «Современник», куда его сразу же поспешил Некрасов залучить, как вот звезду будущую. А ему поручили фигетоны писать. Желтую вот эту заказуху прессу он писал, потому что цензура была жесточайшая. Рубили всех. Тургенева, Некрасова. Некрасов бегал без конца в цензурный комитет. Вымарывали всех. А Дружининские вот привольные сочинения, путешествия там Чернокнижникова по петербургским дачам, проходили на уровне сразу. Вот. И Панаева вспоминает. Вот он нас спас. И вот тот же Тургенев уже с Боткин в 1951 году взмолились Некрасову. Убери ты его со своими этими фигетонами, которых юмора нет. Сам он ржет, а Некрасов упирался. Журнал-то надо держать. Держать этот самый, как его, тираж ни в какую. А Тургенев говорил, нам стыдно с ним публиковаться. Но только вот низкопробно. Тем не менее, два охотника, Некрасов и Тургенев, решили пообщаться приватно в лесу, чтобы их никто не подслушал. И они приехали в Осина. Это дети рядом с нами. Там, значит, служил на государевой службе друг Некрасова и Тургенева, Иван Ильич Масл такой. Там они четыре денька побыли, поохотились, послушали песни местных девушек, ну и так далее. Вот. И потом, значит, к Маринске, в Маринске, к Дружинину приехали. И там четыре дня. Дружинин пишет, что они охотились. Я их не видал. У него в дневнике написано, что вот они вчера уехали, и все. И такой абзац про Дружинина, фу, про Тургенева, что вот выдающийся писатель. Что же там творилось в эти четыре дня? А там у Дружинина было два флигеля деревянных. И вот один флигель до сих пор сохранился. Я слайды не комментирую, чтобы не крутить головы. Вы увидите так называемый домик Тургенева у нас есть в Маринске. Это сохранился артефакт, который более древний, чем, допустим, домик няни в Михайлове. Домик няни, как известно, наводил. И дом Тургенева наводил в Пасху. А у нас флигель дружининский цел, и за 300 тысяч его недавно продавали. Значит, что же там происходило вот в эти четыре дня? Не только охотой они занимались. А наш дружинин был такой немножечко скабрезник. Это, кстати, усадебный дом тоже времен. А Бальяне был, как бы. Музейный объект, где школа, а сегодня там аптека. Надо сохранить. Это уникальное место. Хорошо, ладно. Дружинин был такой завзятый, скажем так, скабрезник. Об этом не очень любят литературоведы говорить. Но все его дневники изобилуют оригинал ненормативной лекции. И вот когда издавали дневники, все, конечно, убрали. Осталась вот только лишь литературная канва. Слушаем дальше. Приехал, значит, Тургенев с собачками с двумя, а Некрасов с одной. И вот они ходили. И у Тружинина есть там такие пометочки. Тургенев гремит, так и гремит. Мужиков, ну, голосом мужиков поразил. И он поразил их своей лексикой. Вот этой русской народной лексикой. То есть Тургенев... Вот у кого это можно? Вот у Тружинина прочитать. Что же они там делали? Они там сочиняли еще стихи в складчине. Было так принято. Мальчишники такие вот литературные. И вот согрешили при этом и Некрасов, и Тургенев, и Тружинин. Они написали известное стихотворение. Послание к Лангинам. А Лангинов тоже был такой вот друг кружка вокруг современника. Мальчишников этих. Который станет цензором потом. И потом начнет тоже всех рубить. Поскольку он знал прекрасно. Привольные, значит, вот стихи они там написали. Вот теперь А.Некрасов написал шикарное стихотворение. Мы, посетив тебя, Тружинин, остались и в явном Барышеве. Вот. Тоже написано в маленьком нашем. Это Федотовы, друг, значит, Дружинин. Вот, значит, так они. Четыре дня пробыли, уехали. Вот осталась память об этом у крестьяна. Так вот домик и называется, Тургеневы. Вы увидите, там две комнатки и прихожая. Все. Так до сих пор это все сохранилось. Когда хоронили Тургенева, а он умер. Фу, не Тургенева, не Дружинина, а он умер. В 40 лет о чахотке Тургенев не нашел для него добрых слов. Как о литераторе. Вот они стояли на Смоленском кладбище. Ну, молчали, что-то говорили там. Явился Некрасов. А Некрасов был к тому времени перессорившись со всеми. Почему? Потому что он взял к себе в редакцию Чернышевского. А Чернышевский был не того покроя, как, допустим, непотомственные дворянины. Допустим, как Тургенев. Бурсаков, говорит, набрал, хлопнул дверью Тургенев и ушел. Вот. И Чернышевский, собственно, и выжил того же Дружинина. Дружинин был поклонник чистого искусства. Он говорил, понравился, вспоминал. А зачем писать о народе? Мы же благородные люди. Чего народ? Разве кому-то интересно, что какой-то там крестьянин объест цеметины. Али какая-то крестьянка будет выть над бабшей коровой. Крестьянин рад, если он в празднику пьется браги до посинения. Вот такой. Поэтому в советское время его, в отличие от Тургенева, не культивировали. Вот они все, сотрудники современной. Вот. Не культивировали сторонник чистого искусства, в то время как Тургенева, конечно, превозносили. Он, конечно, гений был. Но сегодня можно говорить, что и Тургенев обладал, и Дружинин обладал энциклопедическими знаниями. У него такие вот дневники интересные. Приватные. Никто не собирался их публиковать. Тем более он сам. Там такие лакуны. Вот. И вот мы сегодня, собственно, культивируем здесь, на Гдовской, северогдовской земле, дружиноведение. Дружиноведов нет у нас. Один дружиновед только живет в Самаре, профессор Алдунин. Вот она о Дружине не писала. Но она никогда сюда не приезжала. Значит, в 1953 году Маслов был с Дружиневым на Святой пещере, и они решили, который у нас в Лантовском районе, это Заручье, все знают, решили залучить сюда Некрасова и Тургенева. Не получилось. И они приехали только лишь на охоту. У Тургенева известно путешествия по святым местам. К сожалению, вот это издание особо неизвестно в его творчестве. Вот. Значит, Тургенев относился к творчеству Дружинина в конечном счете отрицательно. Но самое главное, что остался дом, где бывал Тургенев. Да, его надо купить в фабрике. Нам вдвоем. Вот. Я недавно туда искурчивал. Слушайте дальше. Где, значит, Дружинин жил? А напротив-то, тетка Лермонтова жила. Вот такая закваска. Водил ли он туда Тургенева? Не знаю. У этой тетки. А тетка-то Лермонтова. Лермонтов тоже. Пушкина принимала. Врежка ее помимо. Когда дуэль Пушкина произошла, четыре раза Пушкин к ней в дом приходил. Все-таки соседка Дружинина. И вы представляете, она все это слышала. Прекрасный момент. Давайте Владимиру Ивановичу скажем спасибо за его интимную помощь. Это очень важно. Эмоционально. Ладно. Еще.